Сегодняшняя тема непересекающейся реальности. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. В продолжение двух предыдущих посланий сегодня мы рассмотрим третий вариант взаимодействия двух людей, находящихся на разном уровне вибраций. И на этот раз возьмем так называемый нейтральный вариант, когда оба человека идут своей дорогой, практически не соприкасаясь друг с другом ни словесно, ни энергетически. Ощущая вибрационное несовпадение, они интуитивно сторонятся друг друга, при этом не испытывая никаких негативных эмоций. Так срабатывает у них чувство самозащиты от чужеродных энергий. Именно этот вариант встречается в жизни чаще всего, когда речь идет о незнакомых между собой людях. В этом случае происходит непроизвольная энергетическая самоизоляция. Между ними возникает та самая энергетическая стена, но поскольку она не несет в себе яркую эмоциональную окраску, то имеет характер просто невидимой перегородки, отделяющей низкие вибрации от высоких. Это тот самый случай, когда человек, вышедший своим сознанием за рамки трехмерного мира, становится практически невидимым для низковибрационных существ. Со своей стороны он не испытывает никаких негативных чувств по отношению к ним, а они уже не могут дотянуться до него по вибрациям, а значит не способны пробить эту стену и вторгнуться в его энергетическое пространство. Какой же вариант из вышеперечисленных трех является наилучшим? Первый вариант взаимного неприятия самый нежелательный, поскольку является деструктивным и для одного и для другого. Второй вариант подойдет тому, чьи вибрации уже настолько высоки, что он может без ущерба для себя входить в контакт с любым человеком, независимо от уровня его вибраций. Такой человек способен сгармонизировать общее энергетическое пространство, что защитит его самого и его собеседника от энергетического падения. Но если, мои родные, вы еще не чувствуете в себе достаточно силы, мудрости и глубины, осознание того, что любое существо во Вселенной имеет право на существование и находится на своей ступени духовного развития, то лучше всего придерживаться пока третьего варианта нейтрального отношения к людям с низким уровнем вибраций. Учитесь эмоционально не реагировать на них, не осуждая их и не чувствуя своего превосходства над ними. Это неизменно приведет к падению ваших собственных вибраций. Пусть они станут для вас невидимыми и тогда такими же невидимыми станете для них и вы. Сейчас на вашей планете происходит столь быстрое расслоение по вибрациям, что скоро вы почувствуете, что будто существуете в параллельных мирах со многими из тех, кого вы знали раньше, среди которых могут оказаться даже ваши друзья и близкие. Но это расслоение не должно стать для вас враждебным и пугающим. Примите его как неизбежность, как выбор каждого отдельного человека. И если вы видите, что кто-то упорствует в своих убеждениях, не желая меняться, позвольте ему это делать, а сами идите дальше своим путем, не задерживаясь и не вовлекаясь эмоционально в проблемы других людей. Только так вы сможете сохранить на должном уровне свои собственные вибрации, а значит и притянете к себе других, близких вам по духу людей, находящихся на одной с вами вибрационной волне. И я благословляю вас на это. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему непересекающейся реальности. Маленькое дополнение или немаленькое. Не вовлекаться эмоционально в негармоничные взаимоотношения возможно, когда ежедневно прощаешь и благодаришь себя, уважая собственную жизнь и жизнь в целом как вечную. И настраивать себя следует неустанно, ежедневно и особенно, когда тяжело. Именно тогда, когда моменты негармоничные, нужно их балансировать с гармоничными. Конечно, это труд души. Конечно, это ваша личная эволюция. И планета Земля, и весь космос ждет вашего взросления. Потому что мы являемся здесь на Земле той маленькой, самой плотной матрешкой, где и отыгрывается окончательно весь этот большой сдвиг во всей Вселенной. Но если брать ближе, то в нашей галактике, в личный путь. Это и есть расширение. И когда вы не вовлекаетесь в игры полярных энергий, тогда внешне вы будете более сбалансированными. Потому что вы будете спокойны за счет того, что реагировать будете на любые негативные события или вообще какие есть. Из глубины себя и из уважения к своей энергетической составляющей. А для этого нужно жить из своей четвертой чакры и из своей высшей творческой раскрытой пятой чакры. Это как минимум. И при этом следует уделять системное внимание нижним чакрам, чтобы держать их в духовной гигиене, то есть очищать их огнем и всевозможными практиками. Здесь на канале есть ролик Групповая медитация в Новолунии 25 января начала года 2020 Здоровье. Очищение нижних чакр. Баланс. Дорогие друзья, кто недавно подписался, не ленитесь и смотрите много роликов и много практик. Записывайте, конспектируйте. Многое вам будет открыто и многое будет открываться день от дня. Не пугайтесь. И любите себя больше день от дня. Вы будете себе настолько благодарны и уже не захотите возвращаться в 3D-матрицу. Ваша душа поведет вас и вы придете к своей новой, более гармоничной версии самого себя. Тогда и взаимодействие, и взаимоотношение с другими людьми, и вообще со всем мирозданием кардинально изменится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok